Субтитры подогнал «Симон» Мы часто видим их на городских улицах, грязных, несчастных. Отводим глаза, морщимся от запаха и проходим мимо, иногда бросив мелочь в протянутую руку. Более милостиво относимся к бабушкам возле храмов, хотя и здесь возникают сомнения. Ой, Господи! Вопрос, подавать милостыню или нет, каждый решает сам для себя. Скажите, пожалуйста, вам приходилось подавать вещи? Приходилось. Как вы относитесь? Отрицательно. А почему? Ну, потому что они неправильно их используют. Правильно, говорит батюшка, не искушай, потому что эти люди слабы духом, они и хлебушек покупают. Я считаю, что если есть возможность, то надо помогать им, видимо, что-то такое, что-то, в смысле, поддержку им оказать. Да это же сразу, они тут собираются кучками, распевают, ведут себя нехорошо, и люди того, что там еще нет, и после церкви особенно надо будет хорошо. Вы считаете, нужно им понадобиться? Только я не молодой, вторая спрашивала, старикам. Вы считаете, что нужно понадобиться? В истории православной церкви в России есть такой факт, отвечающий на этот вопрос, что и подавать милостыню и всякому любому. Это нужно делать в отношении всякого. То есть князь Андрей Боголюбский однажды встретил нищих и говорит, «Это сам Христос меня искушает», то есть проверяет, как я поступлю. Праведный Иван Крыштадский, великий, святой русской земли, говорит, «Если нищие за тобой бегают, то это Господь милосердствующий за тобой ходит». То есть вот нищие, возможность помочь бедному – это проявление возможности уподобиться Богу. Вот как один человек говорит, нет никакого греха, самого тяжелого, который бы пережил милосердие Бога. Как вот Христос Господь на нас милосердствует постоянно, жизнь дал божественную нам, свет изливает солнечный каждый день на нас, умер за нас в своих божественных руках, как говорит Сарфим Саровский, всякого в рай несет, то есть постоянно в отношении нас милосердствует. А мы, как относящие образ Божий, должны Богу подавляться. То есть милостынь – это нормальное явление. Но, как говорится, в церкви все да будет у вас с рассуждением. То есть надо подумать. Дело милостыни – хорошо, милостыня – великое дело. Блаженны, милостивы, ибо помилованы будут, говорят заповедью, блаженством. Это есть путь спасения душ человеческих. Но вот хороший вопрос. Вот человек явно паразит, не желает трудиться, никак ему подавать как-то надо. Святитель Иоанн Златоус говорит, пусть милостыня в руке вашей запотевает. То есть подумать надо, стоит ли, не стоит. Поэтому если тебе уже открылось, что именно этот человек явно не на хлеб собирает, а тут возьмет из угла, так сказать, с товарищами пропивает это, то свое милосердие в отношении этого человека надо резко ограничить. Одно хлебушка там давать или просто хлебушка давать, копеечку и не больше. Потому что как вот лукавый мир спекулирует на все, везде, на каждом шагу, весь мир лежит возле, поэтому у нас сегодня время такое лукавое, обманное, много спекулирующих на милосердие, на милостыни. Вот сегодня большинство находящихся у храмов божьих – это не тенищи царской России, и это сегодня просто-просто опустившиеся пьяницы, деградированные личности, и поэтому надо давать с большим рассуждением. Но с другой стороны, как говорится, не без воли Бога, не без попущения Божьего, такой человек вот в ситуации тяжелой оказался. Но помогать надо, потому что люди нуждаются, они больше никуда не пойдут, никто их там не примут, на подъезд в подъезд не пустят, милиционеры прогонят, охранник там прогонит, документов в нем нету, а человек нуждается. Многие попадают в дорожные ситуации сложные, никто не поможет, это вот такая реальность там. Ну, просто отобрали, побили, а ехать надо, с детьми бывает такая ситуация. Вот такое дело милосердия Господь не оставляет, потом, так сказать, как бы возмещает. Многие люди, которые проходят мимо сидящих, просящих милостыню, осуждают их в какой-то мере и полагают, что они могли бы и сами зарабатывать себе на жизнь. Некоторые из них достаточно трудоспособные, взрослые, сильные мужчины. Но здесь нужно учитывать такой момент, что когда человек находится в зависимости, особенно в алкогольной, он сам себе не хозяин. В общем-то, его страдания, те страдания, которые он сам себе причиняет, они весьма значительные, и он просто не может, если хотите, зарабатывать себе таким образом. Может, в какой-то период времени пройдет, потом он как бы придет в себя и встанет на ноги. Кто-то поможет ему, вот у нас помогают, вот здесь в церкви. А так, вопрос, помогать или не помогать, в общем-то, нужно подходить всегда с рассуждением. Нет духовных сил, у него нет условий где-то подработать. В больших местах, где-то он устроится, его просто обмануть сегодня такое время. У него нет документов, а он образ Божий носит, он нуждается в малом, минимальном. Много давать не надо, а то, что он человек, и то, что, может, он завтра встанет на путь спасения, часто бывает так. Вперед тебя еще обгонит, ради этой вот перспективы, ради этой спасительной надежды надо на него работать, помогать ему. Давать минимальную сумму, 10 копеек, рубль давать, 2 рубля, не больше, с расчетом того, что даю на хлеб. Если видно, что человек действительно из нужды и просит, то можно и помочь, и деньгами, и продуктами, что-то купить, предложить. Вообще, Господь-то смотрит же на сердце человека. Если, как сказать, сердце человека сострадает вот этому бедному, опустившемуся человеку, то Господь все равно как-то вложит мысль, как помочь ему. Вот у нас такие случаи есть, вот мы с батюшкой домой возвращаемся, бывает, подходят, просят денег. Батюшка спрашивает, на что вам? Говорят, на хлеб. И тогда батюшка говорит, давайте я вам куплю хлеба. В общем-то, это не проблема, потому что хлебные киоски тоже достаточно широко распространены в нашем городе. И если люди действительно голодны, они соглашаются, мы покупаем хлеба, молока или еще что-то, они просят. А если они просили именно на водку, они, как правило, отказываются. Ну, если действительно у тебя сердце болит, Господь смотрит, а на сердце, здесь тоже действительно, что подай деньги твои, говорит, в руках горели, у меня твои теплые боли, ты же действительно от сердца даешь, жалеешь, что ты человек подал, если ты действительно так под сомнением, вот суждений, пойди купи ему хлеба, купи ему масло, там носки подай, подай, раз, вот это будет даже лучше, это будет по-больше, по-больше, именно по-больше, посправился я уже, чтобы Божий справился, вот это я, конечно, говорю. Да и как это пройти, когда человек действительно просит? Он хочет, когда просит, то он сам себе верит, он думает, сейчас вот возьму еды, возьму того, возьму того, чтобы это... А когда он же взял еды, вроде поел, а у него еще деньги остались, ну, как он откажет душе? И да и голова побаливает, и берет еще и выпить, как обычно. И это все бесконечность опять. Только при участии, при внимании к человеку можно его поставить на ныне. Что касается помощи ближнему, я хотела сказать, в основе помощи ближнему лежит жертвенность. И вот современный мир, как говорит Паисий Афонский, вообще забыл, что такое жертвенность и жертва. И поэтому не знает, какую радость духовную приносит жертва. Какую радость человеку приносит жертва во имя ближнего, когда он ее совершает бескорыстно. Христа ради, как говорят. И вот, когда мы помогаем ближним нашим, старцы говорили так, все, что ты отдаешь, все твое. Когда мы помогаем нашим ближним, то и Господь нам нас милует и посылает нам мир душевный, радость. Судьба людей, оказавшихся на обочине жизни, уродлива и горька. А ведь когда-то и они родились на этот свет, наверное, для счастья и утешения родителей. У них были мечты о светлом и планы на будущее. Но судьба отвернулась от них, бросив на самое дно жизни. А что, мне воровать? Я бы пошел бы, обохрал бы. Ну, конечно, не тебя. А я бы обохрал. В тюрьме не хочу сидеть. Здесь же дом ночного пребывания. Там, наверное, можно... А там надо бабки паять. Ведь, может, люди... Есть случаи, когда были... Даже бомжей поджигают молодежь в колодцах. Но это... Это уже... Никогда же людей не видит. Это то самое страшное. А их, может быть, тоже самое ожидает. Они же не знают своего будущего. Может быть, тоже самое ожидает. Они даже не представляют, что через 40 лет его так же обольют и сожгут. Ну, что это такое? В решении вопроса о помощи ближнему сколько людей, столько и мнений. Но среди множества голосов все чаще слышится рассуждение о том, что давать надо не рыбу, а удочку. Если он действительно абсолютно инвалид, за него все делаешь. А если он может руками и ногами шевелить, то пускай напрягается. А вот сегодня он... Видно, что действительно голодный, нуждающийся. Вот сколько сегодня людей опустится, ходит по церквям, просит одежду. Люди сдают. Люди достаточно. Одежда всякая есть при переходах. И вот каждый раз даешь и даешь. Потому что он ходит, он образ человеческого потерял. Грязный, как говорится, вшивый, переодеваешь, одеваешь его снова. Но все, еще раз повторюсь, за него все делать не надо. Потому что это будет потыкание его фразистическому настрою. Чтобы помочь человеку, нужно было дать ему возможность как-то обеспечивать себя, реализоваться. И вот не случайно, вот и в истории России были такие примеры, когда известные святые, как и Антонштадтский, например, создавали дома трудолюбия. Где люди, которые из-за алкогольной страсти многое в жизни потеряли, могли, в общем-то, вернуться к нормальному образу жизни. Но вся беда в настоящее время в чем? В том, что на государственном уровне нету такой организации, которая бы этим занялась. Нету такой широкой рекламы. Была бы, допустим, знали бы наши горожане, жители нашей республики, что есть возможность, подав вещи куда-то там, или материальные какие-то средства, оказать помощь людям, оказавшимся на улице, я думаю, многие бы откликнулись. У нас народ, в общем-то, хороший, отзывчук. Многие бы откликнулись. Вот нету такой централизованной формы помощи. Может, в какой-то мере наш вагон и есть, какой-то слабый образ вот этого дома трудолюбия, да, но в таком уж достаточно большом масштабе, чтобы охватить весь город или всю республику, наверное, мы пока не тянем. Церковь одна с этим не справится. Отец Олег давно уже лиреет мечту о строительстве на территории храма дома трудолюбия на 400-500 мест с санитарными службами, социальными работниками. Но одному ему не по силам решить эту проблему. Остается, как всегда, рассчитывать на помощь добрых людей или на то, что городская администрация вспомнит и об этих жителях города. Просто я-то тебе что говорю? Скажите людям, ну пусть хоть раз мечут, а в месяц, пусть выделят бань, помыться из моты, черни, атомные лови. Как говорит современный великий богослов диакон Андрей Кураев, даешь нищему что-либо, то значит даешь самому Богу под расписку. Потом Господь будет с тобой рассчитываться. То есть вот как учат наши святые, во всем ищите духовный смысл. То есть такая мудрая поговорка духовного содержания. Богатый спасается милосердием, убогий терпением, а все спасаются любовью. Поэтому вот возможность помогать, благодоворить, милосердствовать, это путь спасения душ своих людей обеспеченных, достаточных. Поэтому сегодня по всей России мы видим всякие благотворительные такие проекты. Дети, старики, люди там алкоголезависимые, наркотически зависимые, они вот какой-то помощью пользуются. Ставятся реабилитационные центры, разные социальные проекты и так далее, и так далее. Это вот такая форма Бога угождения спасения душ человеческих. Помогать слабому всегда надо. Как говорит Священное Писание, сильные должны нести немощи, немощных. Но все добудется рассуждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин